С начала текущего года на территории Тверской области выявлено 34 факта загрязнения земель сельскохозяйственного назначения коммунальными отходами. Общая площадь несанкционированных свалок составила почти 50 гектаров. Такие данные озвучивают в региональном управлении Россельхознадзора. В ведомстве напоминают, ответственность за приведение участков в надлежащий вид лежит на собственниках земель. В отношении особо нерадивых приходится применять меры прокурорского реагирования. Это сейчас небольшой земельный участок в окрестностях деревни Бурутинор Мешковского района выглядит таким образом. Установлен знак свалка запрещена, отсутствует мусор. Однако еще несколько месяцев назад картина была более удручающая. Место рядом с карьером, по сути, было превращено в несанкционированную свалку. Вот что увидели специалисты управления Россельхознадзора по Тверской области около года назад на этом же месте. Пакеты с мелким бытовым мусором, строительные материалы, пластиковые тары и прочие твердые коммунальные отходы. В ходе рейдового осмотра было установлено, что участок сельскохозяйственного назначения площадью 1,4 гектара принадлежит сельскохозяйственному производственному кооперативу «Трудовик». Общая площадь загрязнения составила порядка 20 метров. Ущерб от загрязнения почв на земельном участке сельскохозяйственного назначения специалисты Россельхознадзора оценили в 20 тысяч рублей. Поскольку земельный участок принадлежит юридическому лицу, на основании постановления правительства России в 2020 году неплановые проверки в отношении юридических лиц разрешены только при возникновении или угрозе причинения вреда здоровью граждан. Результаты проведения планового рейдового осмотра были направлены в Тверскую межрегиональную природоохранную прокуратуру для принятия мер в рамках полномочий. И меры прокурорского реагирования не заставили себя долго ждать. В августе этого года Тверская межрегионная природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском, в котором просила обязать собственника земли привести участок в порядок. Проще говоря, ликвидировать несанкционированную свалку. Когда владелец участка понял, что, как говорится, запахло жареным и он рискует нарваться на солидный денежный штраф, территория вблизи деревни Барутина была освобождена от мусора. После вмешательства прокуратуры предприятие предприняло к полной очистке территории от несанкционированной свалки. То есть земли сельхозназначения были очищены, их состояние восстановлено. Как говорится, хорошо то, что хорошо кончается. Однако далеко не всегда истории со стихийными свалками на территории Тверской области заканчиваются таким образом. Так, по данным регионального управления Россельхознадзора, за первые 9 месяцев текущего года в Верхней Волжье было выявлено 34 свалки общей площадью свыше 200 гектаров. Общий ущерб землям сельскохозяйственного назначения составил почти 350 миллионов рублей. Однако на сегодняшний день из 34 фактов устранены лишь 6, а возмещенный ущерб составил немногим более 10 тысяч рублей. Словом, работы у сотрудников Россельхознадзора еще много. Вместе с тем в надзорном ведомстве напоминают, что нерадимому собственнику земли, которая оказывается заваленной мусором, могут грозить серьезные финансовые санкции. На граждан сумма штрафа составляет от 20 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц от 50 до 100 тысяч рублей, на юридических лиц от 400 до 700 тысяч рублей. Также добавляют ведомстве, на нарушителя возлагается обязанность по устранению нарушения. И если в установленной законом сроке этого сделано не будет, собственник может и вовсе лишиться своего участка.